Заявок от России, даже форматов PCT, а это не переход в национальную фазу, а всего лишь намерение получить патент в той или иной стране, они мизерные просто. Я почему говорю, это говорит о том, либо качество продукции такое выходит, не наукоемкое и не высокотехнологичное, либо просто безграмотность, либо еще пока ни на кого не нарывались. Либо первое, либо в комплексе. Либо все вместе. Спасибо большое. Сейчас переходим к третьей группе по производительности труда. Я думаю, повторяющиеся вещи мы уже не будем озвучивать. Не в чутке. Спасибо. Некоторые проблемы, я думаю, пересекаются. Я очень быстро буду говорить. То есть мы выделили тоже пять вопросов проблемных, основных. То есть первый – это высокий порог входа у нас в проект. Калейль правильно же говорил, да? 400 миллионов рублей выручку. 400 миллионов рублей, да. Что должно быть? То есть сразу же буду переходить к идеям решений, да, то, что мы обозначили. То есть первое – это снижение порога до 120 миллионов. И здесь у нас расширение отраслей. И расширение отраслей, да. Дальше у нас идет второй вопрос. Это у нас льгота по налогам на покупку оборудования. Так. Тут у нас решение – это инвестиционный вычет и льгота по налогам на недвижимое имущество. Дальше идет третий вопрос. Условия льготного кредитования. Четвертый у нас – отсутствие базы обучения высококвалифицированных сотрудников и недостаточной компетенции на рабочих местах. И пятый – организационно-федагогическая работа по вхождению в нас в проекты. По всем проектам мы дали свои идеи. И в основном все они касаются федерального органа. То есть решение федерального органа. Кроме последнего – это организационно-федагогическая работа. То есть по организационно-федагогической работе у нас мы решили, что в принципе необходимо только увеличение действительно работы с предприятиями и проведение систематических курсов. И это все на себя может взять РЦК. А по остальным в основном решение идет вопрос, исходит из обращения региональных властей к федеральному государству. Ну то есть коротко вот так. Вопросы есть? Нет, конечно. Спасибо всем огромное за участие. Я думаю, что было полезно погрузиться в некоторые нюансы национальных проектов, профильных и около, например, ходящих. Поэтому я думаю, что все сегодня провели с пользой, несмотря на то, что это пятница и вечер. Предлагаю всем на фронт. Я рады вам, особенно спасибо, как организатору. Аплодисменты. Субтитры делал DimaTorzok